Да, мы продолжаем наше отношение к разбитым килим, которые находятся вне нас, во всех нас, во всех товарищах, во всех живущих в мире, во всех душах. И мы хотим соединиться с ними, и как раз в тех килим, которые выпали из каждого из нас во время разбиения, во время греха древопознания, разбиения Клиадама Решона. Мы хотим собрать их обратно через объединение, через любовь между нами и почувствовать в них то, что нужно почувствовать в целой Душе, то есть Творца, и прийти к состоянию, когда действительно мы будем все в одном кле, в одном желании, в одном намерении, и Высший Свет будет пребывать в нас и наполнять нас. И для этого нам нужно, в общем, подняться выше нашего эго, которое замыкает нас, каждого в каком-то своем маленьком клее, вернуться в одну кле, и там раскрыть Высший Свет Творца, нашу общую Душу. И так прийти к этой большой силе, которая называется вера, то есть ощущение в общем клее. Так продолжим. Спрашивайте, сколько Вы хотите, насколько Вы можете спрашивать, стоит продвигаться, только понимать, что то общее кли, которое мы собираем, это на самом деле общая Душа, это Шхина, это место, где мы раскрываем Творца, который наполняет это кли, что мы возвращаемся в то состояние, которое было до разбиения, до греха, древопознания. И успехов нам. Пожалуйста, Муша. 44-й отрывок. Мудрость возглашает на улице, на площадях подает свой голос. Кто глуп, пусть завернет сюда. Бессердечному она сказала. Объяснение. Когда человек удостаивается слияния с Творцом, тогда святая Шхина сказала ему, что то, что до этого он должен был быть в состоянии глупца, это не из-за того, что такова истина, а причина этого была в бессердечии. Ведь мы говорим, и все верят, что он всесильный веры. Другими словами, потом, когда удостаиваются истинного слияния, тогда это не называется состоянием глупца, чтобы он сказал, что он выше Знания, что это выше Знания, а наоборот, он должен работать и верить о своей работе, что она находится выше Знания, хотя он видит своими чувствами и органами ощущений, что его работа находится внутри Знания. Прямо противоположно. Ведь раньше он видел, что Знание не принуждает его к служению, и само собой должен был работать выше Знания и сказать, что в этом заключено истинное Знание. Другими словами, что он верит, что служение есть истинная реальность, а потом наоборот, что вся его работа принуждает его, то есть его Знание. То есть слияние вынуждает работу. Но он верит, что всё, что он видит внутри Знания, всё это выше Знания. Тогда как раньше, когда всё, что было выше Знания, это внутри Знания. Да, так мы должны пройти состояние в том, что мы ощущаем мир внутри нашего частного Кли, сейчас, то, что приходит к нам от разбиения, поэтому называется разбитое Кли. Эта часть сама, она не разбита, но то, что мы ощущаем только внутри него, это называется разбитое. А когда мы соединяемся с другими и начинаем чувствовать реальность через десятку, а потом через десятку всё человечество, всё больше и больше, по кругам, всё более и более широким, тогда мы выходим выше нашего первого Кли и так приходим к состоянию, когда приходим к высшей силе, к ощущению восприятия в высшем Кли. Главное, по сути дела, это первая ступень, потому что в ней мы учимся, что такое быть в десятке, быть в десяти сферот, быть в парцузе. даже в самом маленьком парцузе, в самом маленьком состоянии, но в любом случае это уже восприятие иного иного нашего разбитого Кли. И поэтому это называется высшезнание, нашего эгоистического первого знания. И так мы продвигаемся. Так надо понимать, что в общем тут нет больше, чем изменений восприятия реальности. и то, что говорят высшие знания, внутри знания, ниже знания, это все говорится только относительно изменения в восприятии, нашем восприятии реальности. И чем больше мы будем объединяться между нами, согласно этому, почувствуем, что значит выйти из восприятия разбитой части в восприятие целого Кли, общего Кли. Это, по сути дела, то, что он хочет сказать нам. Италия четыре.